Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Боговодухновенной псалтири и мы будем читать 144-й псалом. О написании этого псалма в толковой православной Библии преемников Лопухина говорится, время и повод его написания неизвестны. Можно только догадываться на основании благодарственно-хвалебного его содержания, что он написан по поводу вообще великих милостей, оказанных ему, то есть Давиду, за время его жизни. Псалом алфавитный. Не хватает только одного стиха или, вернее, одного двустишия. Пропущена буква «нун», которая, это двустишия, восполнена в ульгате и у семидесяти в дополнение к тринадцатому стиху этого псалма. Это объяснение толковой Библии, псалом небольшой, в нем двадцать один стих и надписание по греческой саптуагенте «Хвала Давида», такое же надписание по церковно-славянски, такое же надписание по-еврейски. «Хвала от Давида», не Давида, а от Давида, «Ле Давид». И мы читаем начало этого псалма. «Превознесу тебя, Боже мой, царю мой, и буду благословлять имя твое во веки и век века». «Во веки и век века», то есть из века в век, то есть в своих потомках, и буду благословлять тебя в этой жизни, в будущей жизни, в своих детях, внуках, правнуках. То есть здесь много смыслов в этой фразе «и буду благословлять имя твое во век и век века». «Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое во век и век века». Какое здесь дополнение? Если кто-то хочет прославлять Бога во век и век века, то как минимум он должен это делать всякий день. То есть начинаем с ежедневного прославления Бога. То есть молитва утренняя, у евреев была молитва полуденная и молитва вечерняя. «Велик Господь и весьма славен, и величия Его нет предела». То есть, казалось бы, а что может добавить Богу наше прославление, если Господь и так велик и весьма славен, и величию Его нет предела несть конца по-славянски. И далее мы читаем. «Из рода в род, то есть из поколения в поколение, будут восхвалять дела твои и могущество твое возвещать. О великолепно славной святости твоей будут говорить и о чудесах твоих возвещать». Здесь Давид обращен к последующим поколениям, указывая на то, что на нем, на Давиде, прославление и восхваление Бога не остановится, оно будет продолжаться и далее. «И о силе страшных дел твоих скажут, то есть в грядущих поколениях, и о величии твоем поведают, воспоминания о великой благости твоей провозгласят». Здесь Давид говорит о том, что мне есть за что благодарить тебя, и последующие поколения тоже будут знать, за что они будут прославлять Бога, о великой благости твоей провозгласят, по-славянски отрыгнут, отрыгнут, то есть быстро вспомнят, за что благодарить Бога, и правду твою будут радостно воспевать. Правду, то есть правосудность божественную, что Господь воздает нечестивым, и благословение приносит праведным. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Действительно, нам есть за что благословлять Бога из поколения в поколение. Нам и вечности не хватит, чтобы прославить Его за дар вечного спасения. «Ибо Он щедр и милостив, долготерпелив и многомилостив». Что значит «долготерпелив»? То есть Он ожидает нашего исправления, и Он многомилостив, Он готов простить нам наше прошлое беспутное житие. «Благо Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Что значит «щедроты Его на всех делах Его»? Это означает, что все дела Божии, они показывают Его не скупость, а именно Его щедрость. То есть Господь щедрой рукою одаривает тех, которые служат Ему. «Да поведают о Тебе, Господи, все творения Твои, и преподобные Твои, да благословлят Тебя». Все творения. Действительно, они рассказывают о Боге. «Да поведают о Тебе, Господи, все творения Твои». Солнце и луна свидетельствуют о величии Бога. «И преподобные Твои, да благословят Тебя, то есть верующие в Тебя, благочестивые и праведные люди, славу Царства Твоего изрекут и о могуществе Твоем поведают». Это преподобные, благочестивые. «Чтобы возвестить сынам человеческим о силе Твоей и великолепной славе Царства Твоего», то есть Царства Небесного. И далее как бы уточняется, что это за Царство Божие, Царство Твое, Царство всех веков. То есть оно не имеет начала, оно объемлет существование всех царств. Царство всех веков, Царство Твое. И владычество Твое от всех родов по Юнгерову во всех родах. То есть Бог владычествует над всем своим творением, по-славянски, во всяком роде и роде. Во всяком роде и роде. Верен Господь во всех словах Своих, и свят во всех делах Своих. Что значит верен Господь во всех словах Своих? Слова Божии они не приложат. То есть Господь их изрек. Вот как Он изрек, так оно и будет. Потом слово Бога — это не слово человека. Слово Бога, оно обладает мощной творческой силой. Когда Господь говорит, да будет свет, то появляется свет. Да будет твердь, появляется твердь. Мир и создан Словом Его. Во всех словах Своих верен Господь и свят во всех делах Своих. То есть у Бога Его Слово и Его Дело, они не расходятся. Он сказал и сделал. Подкрепляет Господь всех падающих и восстанавливает всех низверженных. Вот если у нас, у христиан, нет такого качества подкреплять падающих и восстанавливать всех низверженных, то едва ли мы христиане в полном смысле этого слова. То есть падающих иногда добивают. И низверженных их опрокидывают в еще большее низвержение. Но мы должны состраданием относиться к каждому впавшему в какой-то грех, не дай Бог, и восстанавливать всех низверженных, то есть которые чего-то достигли, а потом были низвергнуты из этого положения. «Отчи всех на тебя уповают, и ты даешь им пищу благовременно». То есть все как бы смотрят на Бога с надеждой, что Он позаботится о них, и Господь заботится о всех. Например, Он дает пищу благовременно. Что значит благовременно? Но есть, например, звери, которые питаются только ночью, есть те, которые только днем, есть человек, которому надо завтракать, обедать, ужинать. И Господь во благовременно, как говорят, хороша ложка к обеду, то есть когда необходимо, посылает человеку, и не только человеку, но и всему творению, то, что без этого тварь не сможет выжить. «Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению твоему». Мы уже прочитали выше. То есть щедро Господь одаривает всех. «Праведен Господь во всех путях своих и свят во всех делах своих». То есть мы не спорим с Богом, мы принимаем любое Его решение, в том числе и по отношению к нам самим, даже если нам до конца непонятно, почему Господь нас привел к той или иной ситуации. «Близок Господь ко всем призывающим Его». Это не в том смысле, что Господь от кого-то удален. Просто призывающий Господа, он самой молитвой приближается к нему. «Близок Господь ко всем призывающим Его». «Ко всем призывающим Его истина». Вот эта оговорка «истина», то есть без скорости какой-то, без суверий каких-то обращается к Богу, а с таким истинным религиозным трепетом. «Желание боящихся Его исполнит». То есть здесь надо призывать Бога истина, надо сохранять богобоязненность. «Желание боящихся Его исполнит, и молитву их услышит и спасет их». И два последних стиха этого псалма «Хранит Господь всех любящих Его и всех грешников истребит». Любящие Господа — те, которые стали исполнять Его закон. Сказано, любящий Господа исполнит заповеди. Кстати, грешник меняет свой статус по Ветхому Завету, статус грешника, и становится праведником, когда он оставляет дела греховные и начинает исполнять закон Божий. И ему не вменяются прежние грехи. Но также по Ветхому Завету меняется статус праведного, который оставляет праведные дела и начинает грешить. Ему праведность Его не зачтется. «Хранит Господь всех любящих Его», то есть, возможно, среди них есть бывшие грешники, «и всех грешников истребит», то есть, если они не раскаются, или истребит их с этого пути, сделает их праведниками. «Хвалу Господу из реку тустам мои, да благословит всякое плоть, имя святое Его, во век и век века». Опять вот эта фраза «во век и век века», то есть, в этой жизни, в будущей, в этом поколении и в грядущих поколениях.